МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане останутся без холодной воды в пятницу 21 августа. Причиной отключения станет плановый ремонт городского предприятия «Водоканал». Русское географическое общество отмечает 175-летие. Мэр Магадана Юрий Гришан поздравил региональное отделение с праздником. Подробности далее. С экономленные средства в период летней оздоровительной кампании на Колыме направили на подготовку к новому учебному году. Об этом на встрече с Михаилом Мишустиным заявил глава региона. Вы знаете, президент России Владимир Путин проводил совсем недавно совещание по готовности к 1 сентября. И соответствующие задачи были поставлены как перед правительством, так и перед губернаторами. Как идет подготовка к 1 сентября у вас? И в частности, как идет подготовка к тому, чтобы обеспечить горячим питанием те школы, которые готовы по инфраструктуре? Мы выполним поручение президента. Мы будем готовы к этому с 1 сентября. Сейчас на выделенные деньги идет замена оборудования и замена расходных материалов в том числе. И задача будет выполнена. Я лично держу это на контроле. И у нас не вызывает сомнений. В целом, мы в этом году усиленнее, чем в предыдущие годы, готовим и наши школы. Так получилось, что значительная экономия средств в этом году из-за того, что наши дети, у нас была очень большая программа, не смогли отдохнуть на курортах Черного моря, в Крыму и в Краснодарском крае. К сожалению. Но сэкономленные средства мы как раз направили на решение вопросов подготовки системы образования к 1 сентября, включая санитарную безопасность. В Магадане глава правительства осмотрел морской порт региона, где в ближайшее время начнутся масштабные восстановительные работы, пообщался с сотрудниками местной онкологической клиники и поблагодарил врачей за работу во время пандемии. Оценил проект второй очереди строительства городского парка «Маяк», назвав его замечательным. И пообещал поддержать идеи архитекторов. Детям подарили школьные наборы. Тетрадки, ручки, краски, альбомы для рисования и многое другое вручили школьникам из многодетных семей в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Данная акция проходит не первый год. Пакеты с констоварами детки получат в региональном отделении политической партии «Единая Россия». По словам родителей, акция накануне учебного года значительно помогает сохранить семейный бюджет. Достаточно актуально, мы ей пользуемся на протяжении уже трех или четырех лет. Это первично. Детей первично тяжело собрать сразу же в школу, потому что список очень большой выкладывают, и потом все равно приходится докупать. Удобнее все-таки сначала получить первую помощь, начать какую-то учебу, и уже по ходу дела покупать то, что необходимо. Также детей готовят не только для очного обучения в школах, но и для познания новой информации на дому онлайн. Для этого в рамках благотворительной акции по запросу многодетных семей маленьким ученикам вручат электронные планшеты. Пятый детский сад готов принять 15 малышей до года. Сейчас в учреждении около 120 ребят со всего Магадана. Организация работает в режиме рабочих групп, пока другие дошкольные учреждения закрыты на лето. Напомним, учреждение открыли в декабре 2019 года после масштабной реконструкции. Детей туда принимают с года до 7 лет. Всего 12 возрастных групп. По словам сотрудников учреждения, они готовы перепрофилировать одну из групп для малышей. При возникшей потребности мы сможем одну группу перепрофилировать и начать осуществлять прием воспитанников в возрасте до года. Количественный состав таких воспитанников будет равен 15. Образовательные программы для детей с речевыми нарушениями, задержка психического развития внедряют воспитатели в группах комбинированного и компенсирующего вида. С ребятами работают педагог-психолог и учитель-дефектолог. Многие дети в пятом саду оказались из-за пандемии, потому что другие учреждения закрыты. Однако родители остаются довольны. Мы очень довольны, что нас перевели в этот сад. Посмотрите, вы сами, когда выйдете на улицу, глянете, сколько детских площадок, сколько различных мероприятий здесь проводится. Наш ребенок очень доволен. Он сейчас просыпается раньше нас и встает дочь, и говорит, что мам, папа, поехали быстрее в садик. То есть ей очень нравится, и поэтому мы очень довольны данным садиком. Каждое утро медицинский работник проверяет состояние здоровья малышей. Это обязательная процедура во время пандемии. Кроме того, в детском саду предусмотрен комплекс оздоровительных мероприятий. Это соляная комната и искусственное солнце. Первое, по словам специалистов, укрепляет иммунитет, помогает при хронических болезнях лорорганов. А второе, компенсирует недостаток солнечного света в организме, снимает мышечное напряжение и восстанавливает сон. Отопление включат вовремя. На еженедельном брифинге мэр Магадана Юрий Гришан рассказал, что этой осенью рассчитывать среднюю температуру для включения тепла не будут. В отдаленных районах его дадут в начале сентября, а в областном центре – к середине месяца. Связано это с тем, что в первый месяц осени специалисты предсказывают новую волну коронавируса и гриппа. Днем может быть и 15, и 14 градусов, а ночью может быть 3, 4, 5. Но я говорю, что это связано в том числе еще с тем, чтобы люди у нас не застудились, не хапнули там вот эту вот болячку. И в миксе со всем остальным коронавирус будет выглядеть победителем. Котельные, наружные сети и ТЭЦ готовы к подаче тепла. Дать отопление планируют в первую пятницу осени, 4 сентября, рассказал Юрий Гришан. Потому что в это время большая часть людей будет дома, и в случае какой-либо протечки можно вызвать аварийную службу. Некоторые жители Магадана останутся без холодной воды в пятницу 21 августа. Причиной отключения станет плановый ремонт городского предприятия «Водоканал». На 4 часа без холодной воды останутся жители Портовой 23 и 38, Приморской 1, 1А, 1Б, 5А, 7, 7-1, 7-2, А также 6-го дома по Октябрьской, здания Государственной инспекции по маломерным судам. Ремонтные работы в предстоящую пятницу начнутся в 9.30 утра, а завершатся в 13.30, после чего водоснабжение в указанных домах возобновится. Русское географическое общество отметило свой юбилей. 175 лет назад его основали по распоряжению Николая I. Магадан отпраздновал эту дату вместе со всей страной в библиотеке имени Пушкина. Магаданское отделение РГО создали примерно в 1960 году. Точной даты нет, потому что документально зафиксировано события не было. Однако, по словам специалистов, освоение Колымы неразрывно связано с деятельностью русского географического общества. Но то, что нам 60 лет, это факт. И за все время существования общества, оно существовало, тоже не прекращало свою деятельность, а в тех или иных своих проектах, научных проектах, это в содружестве с нашими институтами биологических проблем севера, с КНИИ, с ВГУ. И очень большое количество ученых, очень большое количество проектов за это время. Одно из последних достижений Магаданского отделения РГО – подтверждение новой вершины региона. Еще недавно высшей точкой региона был пик Билибина. Теперь же это хребет Оханде. Также в конце июля от организации отправилась экспедиция в Гижигинск, культурно-исторический город. Этот проект победил в конкурсе грантов Русского географического общества. Действительно, наша экспедиция, которая инициирована, поддержана Танцовым, правительством Магаданской области, это очень-очень здорово и важно, потому что этот средневековый город, единственный на Северо-Востоке, в то время нуждается в исследовании, нуждается в придании массового статуса, охраняемого наследия и так далее. На данный момент Русское географическое общество – самая старая действующая организация в стране. По словам экспертов, одна из главных задач РГО – собрать и распространить достоверные географические данные. Мэр Магадана Юрий Гришан поздравил организацию с юбилеем и отметил, что сейчас обществу сложнее, чем почти два столетия назад. Конечно, русскому географическому обществу сейчас тяжелее, чем 175 лет назад. Было много белых пятен, нужно было открывать, успевать, бегом, название давать. Наверное, уже мало осталось таких точек. Сотрудников Русского географического общества наградили благодарственными письмами и грамотами. Сейчас организация ведет активную работу в Туристской области. Для школьников проводят открытые уроки по исторически значимым местам, снимают фильмы, студенты отправляются в экспедиции. По словам специалистов, нужно сохранить историческое наследие и не останавливаться на достигнутом. Российские синоптики сообщили о приближающихся заморозках в Магаданской области. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд. Температуру со знаком «минус» на Колыме ожидает в среду, 19 августа. Кроме нашего региона, похолодания ждут в Иркутской, Мурманской областях, а также на севере Якутии. На Колыме будет до минус 3 градусов, заморозки будут продолжаться до 21 августа включительно, сказал главный метеоролог страны. Первые в этом году на российской территории заморозки уже отмечали в Магаданской области в ночь на 1 августа. Наступление похолодания в конце июля или начале августа, как первого сигнала перехода к осеннему сезону, для районов Колымы является нормой. В прошлом году снег выпал 23 июля в Амсковчанском, Сусуманском и Ягоднинском городских округах. На этой неделе в городе ожидается пасмурная погода с дождями, дневная температура воздуха будет держаться на отметке плюс 12. Ночью столбик термометра будет опускаться до 6 градусов тепла. Областной туристский слет отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В целях защиты здоровья участников, а также по рекомендациям Роспотребнадзора, мероприятие решили отменить. Пройти слет должен был 29 и 30 августа в бухте Батарейной в Магадане. Организаторами выступали Министерство культуры и туризма Колымы, Агентство по туризму Магаданской области, Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии Магадана. Здравствуйте! 13 сентября состоятся выборы депутатов в Магаданскую городскую думу. Избирательная комиссия поройла для кандидатов жеребьевку бесплатного эфирного времени и печати в газету «Вечерний Магадан». Каждый кандидат может выступить со своей индивидуальной программой. А сегодня у нас в эфире один депутат по 18-му избирательному округу. Здравствуйте! Я Антон Афанасьев, кандидат в депутаты Магаданской городской думы по 18-му округу. Это микрорайон «Автотек» улицы Берзина и Шандара Шимича. Ну, наверное, главный вопрос, почему я решил пойти в депутаты. Раньше я думал, что освещение проблем дает повод власти их решать. Ну, я считаю, что это не так. Сейчас очень много различных интернет-приемных, прямых линий. Любой гражданин может написать. И, в принципе, проблемы должны решаться. Но мы видим, что это не так. В крайнем случае нам дадут отписку, что когда-нибудь возможно это решится. Также меня не радует инфраструктура города. С каждым годом она все хуже и хуже. Автомобилисты не дадут соврать. Одни и те же ямы у нас в городе появляются в одном и том же месте. Возьмем главную улицу, проспект Ленина. Раз в пять лет, а может, чаще делают ремонт фасадов, но проходит год и снова все в удручающем впечатлении. Как это изменить? Я считаю, что нужно поменять на 100% депутатский корпус. Потому что наши депутаты вспоминают о избирателях только перед выборами. Именно сейчас они пошли в наши дворы убирать мусор, красить детские площадки. Где они были все эти пять лет? Опять же, я считаю, что депутат не должен убирать мусор и красить детские площадки. Этим должны заниматься управляющие компании и другие организации. Депутат должен контролировать, чтобы они вовремя это делали. И красить их нужно не перед выборами, а каждый год перед наступлением лета. Мусор и снег вывозить и убирать постоянно. Придя в Думу, я вижу решение городских проблем в следующем. Первое – это вернуть прямые выборы мэра города Магадана. Мэра должны избирать граждане, а не депутаты. Чтобы мэр был подотчетен людям. Следующий депутатский контроль, как я уже говорил, за управляющими компаниями и другими компаниями, чтобы они надлежащие исполняли свои обязанности. В случае, если они их не исполняют, нужно принимать все меры, вплоть до штрафования, привлекать к ответственности и лишать их права заниматься этой деятельностью, если они не понимают. Следующее – при производстве ремонтных работ в городе контролировать их качество. Потому что, положив асфальт на улице, мы все прекрасно видим, пройдет 3-5 лет, и асфальт нужно менять снова. Следующее – необходимо в городе проводить работы по ливневой канализации. Во время дождей по городу ходить невозможно. Возле многих подъездов сделаны так называемые бордюры из асфальта, чтобы вода просто не попадала в подъезды и не топила дома. Затем нужно добиваться, чтобы в организации подконтрольной мэрии принимали на работу жителей Магадана и области и исключить прием на работу иностранной рабочей силы. По благоустройству озеленения территории нужно больше высаживать не кустарников, анормальных деревьев – это хорошо себя зарекомендовавшие рябина, черемуха, лиственница. И контролировать эти насаждения. Мы все прекрасно видим, каждый год высаживаются тысячи этих кустарников, наступает зима, и при уборке снега, гридера и трактора просто все эти зеленые насаждения сгребают в одну большую кучу, и на следующий год можно заново все это высаживать. Также считаю, что при принятии различных федеральных областных программ принимать участие, чтобы больше денег выделялось на детские организмные секции и кружки, а также домокультуры, наш в «Автотеке», чтобы дети могли более качественно заниматься спортом и творчеством. Ну и последнее, наверное, это вместе с общественными организациями и противодействовать коррупции по всем фактам, когда граждане обращаются, проводить общественные расследования. В общем, по итогу призываю всех 13 сентября прийти на выборы, проголосовать за меня, и вместе с вами мы изменим жизнь нашего города к лучшему. Спасибо за участие в дебатах. А телезрителям я напоминаю, в эфире был кандидат по 18-му избирательному округу. До свидания. Красиво ДВ – первый Дальневосточный онлайн-видеофестиваль. Более 500 работ, 11 регионов Дальнего Востока и 6 победителей. Лучшими на Дальнем Востоке стали в номинации «Звуки ДВ» концерт группы «Апрель» от Михаила Никитина. В номинации «Сила ДВ» победил Алексей Рыбкин с видео «Путь к успеху». Самым уникальным стало видео «Маяк Анива», «Сахалин» от Дениса Шатохина. Вся красота природы Дальнего Востока в ролике Эрнеста Леонидова «Камчатка Травел». В номинации «Характер ДВ» лучшей стала короткометражка Булата Базарова «Ньюуса». Специальный приз жюри и 200 тысяч рублей снова отправляются в Камчатский край Эрнесту Леонидову. Народное Гран-при и 300 тысяч рублей получает Николай Степанов за ролик «Якутский холод». Твой удивительный край. Твой Дальний Восток. Смотри Красиво ДВ. Магазин «Тысяча запчастей». Мы сами закупаем и разбираем автомобили в Японии. И привозим в Магадан только самые нужные запчасти. «Тысяча запчастей» в наличии на Берзина 12. Приходите, поможем с выбором. На связи с вами по телефону 61 75 75. Поехали. Раз, два, три. Жизнь – это череда решений. И на многие решиться гораздо проще, чем кажется. Нужно осознать раз, решиться два, сделать три. Теперь слышите? Как счет раз, два, три. Иногда изменить чью-то жизнь может самое простое решение. Покупая значок «Красная гвоздика», вы помогаете ветеранам. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. «Мастерок». Магазин правильных решений. Карломаркса, 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров, новых услуг, свежих вакансий и еще масса интересных и нужных объявлений. Только проверенная реклама из первых источников. Добро пожаловать в инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Магазин контрактной автозапчасти реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видео-тест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-40-50. Ветер восточный с порывами до 18 градусов. Влажность в течение суток будет достигать 92%. Редактор субтитров А.Семкин